Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этот раз мы с вами обсудим шоу Xbox на E3 2021. Поговорим о том, что показали, расскажу, что в ближайшее время ожидать, выскажу свое мнение на счет, ну и так далее. Прежде чем мы начнем, хочу сказать большое спасибо всем тем, кто был на стриме, насмотрело полторы тысячи человек, что довольно-таки много, посидели, потрещали, и надеюсь, что мы соберемся так еще раз. Просто знаете, E3 это такое событие, с помощью которого игроки объединяются со всего мира, с разных городов, и делают какую-то движуху. Короче, она прикольная, и надеюсь, вам тоже все понравилось, поэтому спасибо вам, что вы были с нами. Как всегда, перед началом видеоролика ставь лайк, подписывайся на канал и лови промокодик на Кинобоиск HD, который подарит тебе 3 месяца бесплатной подписки, будете смотреть кино, мультики, сериалы, совершенно бесплатно, все лето, ну и еще получите множество кэшбэков на сервисы Яндекс. Если что, ссылочку на активацию промокода я оставлю, как всегда, в закрепленном комментарии, и давайте начнем. Начну, пожалуй, с того, что Xbox вчера реально удивил и порадовал. И если смотреть объективно, то, пожалуй, шоу Xbox это было самое лучшее шоу на данный момент, за E3 2021, и, пожалуй, лучшее шоу Xbox за последние годы. Ибо где-то с 2017 года Xbox показывал кучу инди, много говорил, и это как-то было все невесело. В этот раз было очень мало всяких инди-проектов, мало слов, и, как говорится, было больше дел, и за это им респект. Короче, ставьте лайк, если вам тоже понравилась презентушка. Началась презентация с показанного трейлера Starfield, который, кстати, слили до презентации минут за 10. Но лично я его смотрел на презентации, чтобы не портить себе впечатление, и, честно скажу, я все еще не понял, что себя будет представлять игра. Поскольку ничего толком не показали, кроме как оружия, космического корабля и так называемого главного героя. То есть таинственный Starfield лично для меня все еще остался таинственным Starfield. Если вдруг кто-то из вас разглядел там графон, nextgen, физику и так далее, то, ребят, это был лишь тизер-трейлер. И да, если что, он был без капли геймплея. Поэтому обсуждать этот проект с точки зрения, нормальный он или ненормальный, я не вижу смысла, ибо о проекте все еще не раскрывают всех карт, и, если что, он выйдет к концу 2022 года. Поэтому думаю, что его еще на следующем E3 покажут. После этого, на мой взгляд, майки просто разорвали эмоции игроков, показанным геймплейным трейлером Stalker 2. И знаете, лично я офигел от увиденного. Я не ставил ставки на Stalker 2, и даже пока не ставлю, потом объясню почему. Но стоит признать, что то, что нам показали, подарило все-таки эффект вау. Поистине красиво смотрится, все блестит, атмосферно, прекрасная лицевая анимация. Да, не очень может быть физика, но игра еще не вышла. В общем, они сумели удивить, как минимум, визуалом. И за это им тоже огромный респект. Почему я на Stalker до сих пор не ставлю ставки? Во-первых, потому что то, что нам показали, это 99% рендер, прям максимальный. Поэтому на релизе стоит немножко, наверное, понизить свои ожидания. И Stalker лучше все-таки обсуждать после его выхода, поскольку я боюсь за такую же ситуацию, как с метро. И тут я сразу обращаюсь к тем, кто будет душнить в комментах и выгребываться по поводу личного мнения. Идите нахер. Умейте воспринимать чужую точку зрения и объяснять свою. Тогда претензий не будет. Да, Stalker это не метро, это две разные игры, но тут я рассуждаю с точки зрения до релиза и после. До релиза метро оказалось просто офигенной анимации, графон, все дела. Но на релизе я понял, что лицевые анимации кал и аргумент к тому, что не под русский язык делали, можете не использовать, поскольку остальные игры выглядят нормально даже с русским переводом. Открытый мир кал, ибо он пустой и там нефиг делать. И управление на консолях тоже лютый кал, ибо на него, мне кажется, вообще забили и целиться вообще невозможно. Только автоим более-менее спасает. Да, метро многим зашло по подписке. В принципе, Stalker тоже может без проблем зайти. Но я очень надеюсь, что у Stalker 2 получится реализовать все, что они задумали и в хорошем ключе. Поэтому будем ждать больше информации по поводу этого проекта. После нам показали немного менее масштабных проектов по типу Psychonauta 2, Ascent, 12 минут. Раскрыли даты этих проектов, кстати, ждите их летом. Также напомнили про M&K, заанонсили Diablo 2, пару японских проектов, какую-то индюху про сноуборды и безумно красивые по стилистике 2D Cyberpunk. Игра была очень похожа на The Last Knight, но мне кажется, что это она, просто название поменяли. Если что, ее показали на E3 в 2017 году, после она потерялась, и вот эта вот игра, она выйдет где-то в 2022 году. Надеемся, что она не потеряется. Но самое главное, знайте, что практически все эти игры будут в подписке Xbox Game Pass с первого дня. Кстати, о подписке. Слухи оказались правдой, и игра Back 4 Blood войдет в подписку с первого дня. И знаете, за это M&K тоже огромное спасибо, ибо я думал брать эту игру, но теперь я поиграю в нее, походу, на халяву. Опять же, на мой взгляд, подписка Game Pass и, в принципе, Xbox остается самым выгодным предложением на рынке. И помимо старых проектов, в подписку добавляются еще и новые с даты релиза, что саму подписку, ну, делают, ну, просто разрывной. Вот честно, я уже практически не парюсь, какую игру приобрести, потому что все то, что я хочу поиграть, есть у меня в подписке. Помимо этого, объявили еще дату Flight Simulator для Xbox Series, если что, выйдет она 27 июля. И, наконец-то, приоткрыли карту на долгожданную Halo Infinite. Честно, этого ответа я ждал от презентации больше всего, ибо я знал, что покажут Halo. Это самый главный эксклюзив Xbox, один из самых дорогих, как ходили слухи, и было интересно, что они все-таки подправились за все это время. Ну, и очень интересно было посмотреть, как выглядит игра. На мой взгляд, если они вдруг что-то и улучшили, то я особо этого не заметил. И, если описывать визуал Halo, это самый средненький и ничем не примечательный графон. И, на мой взгляд, ситуация вокруг Halo до сих пор остается кринжем. Объясняется это тем, что майки, по сути, не показали проделанную работу. Они не показали ровно ничего с одиночной кампанией, кроме как сюжетного ролика. И самый главный кринж, они все еще не показали нам дату релиза. А это, кстати, говорит о многом. Но когда не показывают так открытый результат, значит, изменений было не особо много. Но, согласитесь, если бы они хотели бы показать свой результат работы, они бы показали. Они могли бы показать ту же самую миссию, но проработанную. Или хотя бы какой-то самый красивый геймплейный момент в кампании, дабы заверить игроков в качестве. Но они этого не сделали. Я не говорю, что отсутствие супер-мега-графона все испортит. Без графона игра будет лютый кал. Нет. Просто я вас веду к тому, что в самом главном эксклюзиве для консоли Xbox можно было сделать куда лучше, нежели то, что показали. И к тому же под крылом майков и с невероятным бюджетом. Аргументы по типу «открытый мир», «кроссген» они нифига не работают, забудьте. Смотрите правде в глаза. И те, кто будут говорить типа «ой, графон не важен», то вы тупо лицемеры. Поскольку вы же покупаете те же самые переиздания, гонитесь за визуалом. Покупая ту или иную консоль, вы первым же делом спрашиваете и узнаете, как будет выглядеть та или иная игра. И вы же, когда вам показывают визуально красивый эксклюзив, даже тот же временный Stalker 2 или та же Forza Horizon 5, вы сытитесь кипятком. И знаете, почему это происходит? Потому что все мы без исключения хотим красивый визуал, и отрицать это довольно глупо. Опять же, Halo Infinite можно обсуждать бесконечно, но давайте все-таки обсудим тогда, когда нам покажут чуть больше. Кстати, что касаемо еще Halo, показали мультиплеер, выглядит он неплохо, динамично, но более подробно мы взглянем на него сегодня, по-моему, в часов 6. Там вроде как обещают показать полноценных 13 минут геймплея. И да, если что, мультиплеерный режим будет полностью бесплатным, то есть он будет как в Fortnite, как в Warzone и так далее. Никакой подписки вам не потребуется, чтобы его заценить. Короче, чисто free-to-play. На шоу показали также геймплей Battle 6. И знаете, если трейлер мне продал игру, то геймплей меня немножко приостановил к покупке, поскольку ничего мега крутого я не увидел. На мой взгляд, очень похоже на четвертую часть, и пока я не увидел ради чего, я хотел бы сделать предзаказ. Короче, я решил, что использую 10-часовую пробную версию, ну а дальше посмотрим, покупать или нет. Показали все-таки Forza Horizon 5. Я был безумно этому рад. И знаете, я ждал худшего. Думал, что пятая часть будет некой четвертой частью под видом новой игры. Но это обошлось, и на мой взгляд, пятая часть приятно шагнула вперед. Да, слухи подтвердились, что это все-таки Мексика. Но это неплохо. И большое спасибо им за правостороннее движение. Я долго этого ждал. Помимо трейлера, они показали и кусочки геймплея, который также, мне кажется, не оставил равнодушным ни одного обладателя Xbox. Все красиво, все блестит, отражается, и уже осенью мы будем в нее играть. Forza, в принципе, никогда не подкачивала, и в этот раз, походу, не исключение. И да, если что, она выйдет на Xbox One и тоже будет в подписке в первый же день релиза. Кстати, для того, чтобы узнать больше подробностей об играх, то подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте или наш Телеграм-канал. Там в течение недели будет множество подробностей по новым играм. И, кстати, они там уже есть, и вы можете даже узнать, как работает Forza Horizon 5. Если что, ссылки ищите в закрепленном комментарии. Помимо этого, показали Age of Empires 4, немножко Far Cry 6. Заанонсили прямое продолжение игры про крыс, сори, не буду выговорить это длинное название. И заанонсили коллабу с пиратами Карибского моря в Море воров. На мой взгляд, эта коллаба лежала на поверхности, и очень рад, что они все-таки это замутили. Плюс заанонсили вторую часть The Outer Worlds. Помимо всего, и был безумно классный трейлер, который вытащил за счет своего музона, наверное, весь стрим. А Томми Хёртс, этот проект показался динамичным, интересным. В общем, буду ждать этот проект. А еще нам показали два совершенно новых IP, это Contrabanda и Redfall. Про первую игру известно, что это игра с открытым миром, что это кооператив, и то, что там будут ограбления. А вторая игра, это та игра, про которую, видимо, ходили слухи, тот самый Immersive. Но честно, пока не сформировалось мнение об играх, поскольку ничего неизвестно, как и что будет, какой графон. Поэтому насчет них, мне кажется, стоит подождать подробностей. Если что, первые подробности, они также сейчас находятся в нашем телеграм-аккаунте и в группе ВКонтакте. Если делать какой-то итог, то майки действительно большие молодцы, потому что они просто сумели нас порадовать. С точки зрения эмоций показанных проектов, лично мне все хватило, и, на мой взгляд, там все было по делу. После этой презентации, если честно, у меня даже в душе завелся опять некий огонек какого-то ожидания каких-либо игр, потому что все, что до этого говорили, это были слова без названия игр, а тут как бы вот смотрите, что вас ожидает. Да, конечно, большинство игр выйдут в 22-ом, может быть и позже, и как бы, если сравнить с количеством студий и количество показанных проектов, это капля в море, хотелось бы больше, но уже радует, что они хотя бы что-то показывают и показывают то, что можно уже смело ожидать. Ну а пока все это не вышло, мы будем играть в менее масштабные проекты, которые выйдут уже этим летом, поиграем в Forza и поиграем в мультиплатформу, которая добавится в подписочку Game Pass. Если что, напоминаю, что практически все игры, которые показали на данной презентации, они являются эксклюзивами Xbox и войдут с первых дней релиза в подписку Game Pass. Короче, на этой трансляции мне безумно все понравилось, и я понял, что чем меньше ожидаешь, тем больше тебе нравится трансляция. Обязательно пишите свое мнение в комментариях насчет данной презентации, какие игры вам больше всего понравились, лично мне Forza, Stalker 2 и, наверное, Atomic Hearts. На этом, в принципе, все, буду ждать вашего мнения в комментариях, если видос понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и большое спасибо вам за просмотр, друзья. До новых встреч.